Итак, всем привет, друзья! И сегодня я расскажу о том, как реально затащить за Арквардена. Но при этом, естественно, нужно будет, необходимо даже будет, попотеть вначале, для того, чтобы у нас был голд. Далее дело должно пойти как по маслу. Итак, как мы знаем, клон Арквардена может использовать все свои спеллы, кроме ульты. Ну и, а также использовать артефакты. И это означает, что вещь, которая будет у оригинала, также будет использована и может быть использована у клона. Поэтому мы собираем фас Мидас. Можно купить перчатку и танго, и таким образом идти на легкий лайн, либо работать на отводах. Важно, чтобы либо мы на лайне стояли одни, либо нам все-таки давали предпочтение по фарму. Очень важно добиться шестого левела и Мидас. Не позже девятой минуты. Далее мы покупаем сапог и не торопимся его апгрейдить, так как необходимы будут травла, чтобы осуществлять высадку нашего клона для пуша башен. Важно не забывать использовать наш Мидас и на клоне. Так как артефакты не откатываются на клоне, в таких случаях юзаем клон каждые 65 секунд. И выигрываем золото по времени. Итак, вместо 100 секунд, в итоге мы ждем 65. Что касается оригинального героя, то тут есть вариант собрать рефрешер. Но это затратно и вовсе отодвинет по времени осуществление нашей идеи. А сама идея заключается в том, чтобы иметь хороший ворон с руки, нам необходимо собрать рапиру. Если клон умрет, то рапира останется. Чего, конечно же, и естественно не скажешь о оригинальном герое. То есть в случае смерти оригинального героя, рапиры само собой, разумеется, выпадают. С помощью клона на травлах прилетаем к вражеским товарам и наносим имп урон. Ну а в отдельных случаях можно и вовсе забирать вражеских героев. В этом случае нам потребуется еще и скорость атаки. Самый-самый бюджетный вариант, на мой взгляд, это Масков Мэднес. Помимо Лай Стива, огромное количество урона в кратчайшие сроки. Почему бы и нет. Дальше еще и копим на рапиры. К примеру, можно купить ворды и расставить их в лесу. В таком случае, ваш оригинальный герой будет фармиться, в то время как ульта будет откатываться. Как только клон доступен, идем на базу к себе, в безопасное место, чтобы не терять контроль. И не встретиться со смертью и потерей рапир. Кстати, для большей уверенности можно собрать БКБ. Но только после нескольких рапир, путем продажи нашей золотой перчатки. В итоге мы имеем травла, можно проапгрейдить, кстати, в конце после рапир. Масков Мэднес, 3 рапиры и БКБ. Ну и, конечно же, весьма легкую победу. Я считаю, что с новыми обновлениями эту лавочку могут прикрыть. А именно, ограничить голограмму Арквардена путем перекрытия некоторых артефактов. Временем, может быть, откатом. В общем, вариантов может быть масса. Но, в принципе, вы что, не знаете Valve? Они смогут, у них все не так, завтра по-другому. Вот, в общем, юзайте и выигрывайте. С вами был Игорь Диаморф, подписан на Лоис Ройс. И приветствуются. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok